На очереди в детсад деревни около 150 человек. В прошлом году краевые власти решили помочь селу, а заодно воплотить в жизнь пилотный губернаторский проект детского сада. Почти на 100 мест. Здание, похожее по очертаниям на бабочку, стало украшением знаменки. Однако его индивидуальность не только во внешности. Расположение помещений во всех группах одинаковое. Вот здесь вот будет раздевалка. Естественно, будут стоять шкафчики, куда дети будут складывать свою одежду. А вот для обуви отдельное помещение сделали. Оно совсем маленькое, но скорее всего здесь поставят специальные сушилки, на которых дети после прогулки и будут сушить свою обувь. Таких, казалось бы, мелочей, которые проектировщики придумали для удобства как детей, так и персонала, в этом детсаду много. Бесконтактные умывальники, полы с подогревом, отдельный вход для каждой группы и даже лифт для продуктов. С подвала подавать или по лестницам бегать, или здесь сразу в лифт загрузить, намного удобнее, конечно. Внизу в подвале же там специально оборудованное помещение, где мы все складируем. Вернее, не мы складируем, а эксплуатация будет работать. Все, подача будет здесь очень удобна. Такие инновации обошлись краевому бюджету в 127 миллионов рублей. Сумма не маленькая. Например, в Абакане примерно на те же деньги власти построили куда более вместительный сад на 220 малышей. Не исключено, что на стоимость повлияла комплектация. Даже тоже музыкальное оборудование, которое сегодня приходит, и мы видим, что это приходит электропианино, который дети еще никогда в селе не видели. Когда приходит в безобилие музыкальные центры, то есть в каждом группе будут установлены и музыкальные центры, и компьютеры, и игровые, там какие-то все, приходит такое оборудование. Я просто думаю, что это просто сказка. Строительство детского сада уже завершено, остались мелкие недочеты, а уже в следующем году учреждение примет знаменских ребятишек. Если пилотный детсад понравится родителям, малышам и воспитателям, то подобные здания станут типовыми. Валерия Остроумова, Наталья Курцева, Новости, 7-й телеканал.